всем привет очередная камера с алиэкспресс коробка нестандартно больше выглядит чем предыдущие камеры магазин ambiax на просторах алиэкспресс камера именно оттуда по адекватной стоимости так никаких наклеек кроме того что комплекте идет карта памяти на 32 гигабайта можете заказать без карты памяти будет на цену карты памяти комплект дешевле слот камера имеет можете установить свою карту памяти поддерживает до 128 гигабайт но лучше заказывать у продавца немного с повреждениями но это проблемы нашей почты вот какими картами комплектует продавец можно заказать от 32 до 128 гигабайт не очень удобно доставать но возможно тот вариант камеры которым спрашивают люди камера нужна с фарифакальным объективом вот именно бюджетный вариант который до 100 долларов 20-кратная оптика блок питания стандартный 12 вольт 2 ампера заявлено наверное полтора амперный кронштейн съемный идет все пластик но качественно все изготовлено сейчас насчет пластика проблем особых нету сама камера муфта на rj 45 и крепежный элемент данную камеру вы можете уже у меня приобрести именно эту в украине по закупочной цены алиэкспресс связаться со мной telegram ссылка facebook instagram все что возможно в описании к видео переходите и пишите или доставляйте комментарий под видео что вы готовы ее приобрести такой вот вариант ну неплохой камера кстати не совсем из легких нельзя сказать что это вот та легкая бюджетная камера из-за чего из-за того что скорее всего вот это вот часть идет металлическая вот холодная она на ней закреплены все модули варифокальный объектив начальное фокусное расстояние 4 и 5 миллиметра и конечно или 47 конечный 90 4 миллиметра фокусное расстояние то есть двадцати кратный оптический зум чистый и идут вот смотрите интересные линзованные и к светодиоды вверху 2 потом лет светодиоды и какие-то идут также и к светодиоды но уже без линз то есть набор такой неплохой посмотрим как это все работает заявлено ночная картинка до 100 метров ну я думаю будет аудио вай фай динамик слот под карту памяти то есть все эти моменты как у дорогих камер которые идут в полностью металлических корпусах это такой вот упрощенный вариант но связано с чем да с тем чтобы была цена более доступна 5 мегапиксельная матрица установлена не sony обычная матрица и кажется со смены смена разрешений возможно дальше посмотрим в этом месте кому надо кому нет под этим колпаком имеется ну как бы полицейская наверное мигалка в сине сине красная которая также можно включать ее можно выключать будет срабатывать на движение совместно с белыми лет светодиодами поезд то есть включается белый прожектор ночью плюс еще мигает мигать она может и днем но уже как захотите предупреждение звучит сирена из динамика плюс еще и мигание сине-белая то есть сине-красная но уже смотрите можно это дело выключать кому не нужно кронштейн пропускаем сюда кабель как обычно скорее всего универсальный вариант уже пошли универсальные на стену и на потолок думаю что да потому что если бы не был универсальный то мне кажется что не был бы он съемным сюда протяг протаскиваем кабель проводим и устанавливаем да да можно таким вот образом там направляющие есть и должны быть винты в комплекте для фиксации до маленькие саморезы есть он тут они в этом фиксируем здесь и здесь если же хотим это стеновое у нас крепление получается если же хотим потолочный вариант много мы хотим может а вот так вот вот заводим таким образом раз да отлично и получается у нас потолочный вариант 2 фиксация 2 фиксатора есть все отлично ну молодцы вот они придумали вот эти крепления не очень таки пользуются спросом такие вот универсальные кронштейны то есть камеры с универсальным кронштейном айпи камера которая может работать напрямую с приложением на смартфоне самостоятельное устройство полностью можете использовать ее как одиночную камеру видеонаблюдения такая себе мини система вашего домашнего видеонаблюдения также может работать и с видеорегистратором XMI есть он в в протокол может работать с видеорегистраторами других производителей hikvision dachua понравилась вам камера к примеру приобрели у вас видеорегистратор hikvision dachua будет она по он в протоколу протокол совместимости оборудования разных производителей будет работать не все функции возможно будут использоваться доступные совместимы с видеорегистратором но основное будет работать x и май идеальный видеорегистратор камера x и маевская одного производителя и видеорегистратор x и май совместимо все полностью и очень классно советую вам переходить в случае чего на эту систему ну и может работать на компьютере программа cms в м с клиент веб-клиенты которые взяли с собой компьютер или из другого города заходите через интернет отслеживаете камеру управляете ею меняйте настройки слот под карту памяти и кнопка сброса к заводским установкам вот здесь еле доработать еле заметно устанавливаем карту памяти тут все как видите герметичная есть прокладка то есть все все предусмотрено устанавливаем карту памяти контактами к плате до защелкивания вот такая такой лепесток идет для лучшей фиксации уплотнения крышки в этом месте вот так вот она все уже придумано ну да мелочь до мелочей придумывают вот мне нравится что китайцы прям заморачиваются серьезно с этими всеми моментами скорее всего многие заинтересуются этой камерой у которых дома есть боя система видеонаблюдения по я видеорегистратор или по я коммутатор и скажете да плохо что камера не по и проблем нету вот по я сплиттер который вашу прям проблему решит полностью также ссылку оставлю если ссылку вдруг на него не оставил забыл напишите в комментариях обязательно оставлю читаю все комментарии и стараюсь вам помочь вот такое устройство подключаем в разъем питания камеры и в разъем rj-45 и сюда приходит один кабель от вашего по я видеорегистратора 48 вольт по я коммутатора 48 вольт и на длину кабеля возможную подключение по поя до 100 метров эта камера у вас будет работать напрямую с видеорегистратором или коммутатору вы подключаете не нужно вам 48 вольт откинули и подключаем 12 вольтами этим блоком питания который идет в комплекте не знаю так что тут 12 вольт 2 ампера но посмотрим потянет он и думаю потянет потому что производитель должен проверять был перед тем как комплектовать и подключаем уже как хотите или по вайфай камеру или же кабель от роутера подключаем в rj-45 и камера работает по кабелю что более надежно и стабильно и качественно подключаю блок питания в розетку 220 подаю питание тестовый режим обычный красный светодиод пошел тест поворотного механизма и калибровка поворотного механизма камера медленно вращается скорее всего можно будет добавлять скорость кстати тестируются и мигалка до красным синим мигает тестируются голосовое сопровождение и также нам говорит уже что камера готова к добавлению приложение айсиси айсиси про x и май x и май про кто уже пользуются те знают кто не знает камера айсиси x и май то есть полностью добавление однотипное что прошлых поворотных маленьких камер что не поворотных камер айсиси полностью они одинаковый процесс добавления в приложение на смартфон также и тестируется варифокальный объектив вот так прошел полностью тест камеры и мы можем теперь ее добавлять в приложение стандартный процесс показываю qr-код с приложения прошлых видео каждое видео я вам показываю добавление камеры все готово в общем то камера добавлена очень быстро в приложении айсиси я ее добавил в свой аккаунт и теперь она у меня будет доступна в других приложениях однотипных то есть и которые находятся на одной платформе это x и май x и май про и айсиси про захожу туда под своим в свой аккаунт и там эта камера уже будет камера в аккаунте добавлено уже приходит уведомление по тревоге с нее картинка с камеры сразу появилось управление зумом так что у нас здесь повороты и зум также рядом появилась а вот так все кстати очень быстро работает но тут автофокус проверить не получится вынесем на улицу кратность зумирования на картинке в приложении также будет на видеорегистраторе повороты медленновато но это не скоростная камера это не камера за 300 500 за 1000 долларов эта камера в пределах 100 долларов уведомления приходят часто так здесь мы можем пресеты поставить запомнили зафиксировали положение сколько их здесь не помню уже и потом переходим кликаем по картинке камера туда поворачивается так никаких слежений видать у нас здесь нету до слежение нету посмотрим давайте информацию об устройстве и посмотрим прошивку прошивки новой также нету подключил камеру к своему видеорегистратору x и май вскому в домашней сети то есть подключил ее к роутеру а видеорегистратор нашел ее в домашней сети и вывел на свободный канал стандартное подключение без всяких проблем плюс вот этих вот камер с варифокальным объективом тот что отличная картинка при любом зумирование прошлую камеру я вам показывал двумя объективами там чисто цифровое зумирование и потеря качества идет здесь потери качества практически но то есть можно сказать что нету совсем при зумировании приближаем картинку камера поворотная поэтому можем корректировать это все дело автофокус отрабатывает днем отлично ночью будет чуть хуже и можем читать объявление на столбе автофокус сработал картинка стабилизировалась и читаем при цифровом зумирование такого качества не добьешься здесь мы это добиваемся первое что должны вы учитывать при покупке этой именно камеры что начальная фокусное расстояние 47 миллиметра это не широкий угол поэтому с малой высоты если вам нужно захватить большую территорию широко эта камера широко сразу не захватит вот средняя высота выше 1 2 этажа отлично будет справляться ну и дальнобойная плюс она отличная вот детализация номеров автомобилей в общем-то все и кому нужна дальнобойность соответственно дальнобойность небольшая но есть камера соответствует своему ценовому диапазону полностью в настройках что мы можем увидеть то же самое это будет в интерфей в интерфейсе камеры в программе cms на компьютере в мс разрешение есть возможность сменять 3 мегапикселя 2 и 1 мегапиксель если вам нужно можно менять разрешение это очень классно при этом при 5 мегапикселях по максимуму 15 кадров в секунду если вам нужно нужен бог больше кадров в секунду уменьшаем разрешение при 3 2 мегапикселях будет 25 кадров в секунду будет может при двух даже и 30 что удивило что формат сжатия старый нету нового формата сжатия вот это что реально удивило все остальное есть видео звук двух потоках звук проверяем стандартный звук улицы с камеры также он накладывается на запись на жесткий диск видеорегистратора и на карту памяти есть определение силуэта человека в этой камере вы видите приходит уведомление сразу айсиси камера детекция человека и но что я вам скажу ну на небольшом расстоянии на среднем расстоянии чувствительность при вот фокусном расстоянии 47 миллиметра понятно если я сейчас увеличу зум то она будет определять далеко людей от того человека например велосипедиста на том расстоянии при приближении картинки зумирование она будет определять в этой камере есть фиксация лица при нажатии паникачиков чуть-чуть 2020 году в четыре этих компьютеров ящик воды по средней корылии praいやwn и08 работает всё этоası так и из 1 события это просто не свысит и не перекидывается от следующего ящик verse до первого вида до того случая же 41 до sonraki так еще 3 и также всё это можно делать о Hello ж kiteaaDoc музыкона или камеры функция так называемая фиксация лица или тест лица работает с видео показывает Hieruna-ягистратор поддерживает эту функцию в паре с камерой они создают вот такой вот сбоку когда функцию тест лица вызываем сбоку у нас фотографии лица с разных камер вот 16 11 камера у меня первая камера различные камеры 5 те которые поддерживают выдают вам вот такой список и потом при просмотре видео с жесткого диска можно сортировать по лицам просматривать люди которые появлялись в то или иное время которое зафиксировала камера также тест лица будет работать если вы например зумом возьмете какую-то область там движутся люди далеко также будет фиксировать лица кстати даже при цифровом зумирование ну картинка неплохая даже при цифровом потеря качества неплохая поэтому так среднего не суперского среднего качества матрица установлена в эту камеру ну то есть соответствует своему ценовому диапазону приложение айси си камера на приложении то есть говорит о том что вы можете пользоваться камерой самостоятельно то есть как самостоятельным устройством ну устраивает вас отслеживание только со смартфона установили камеру привязали его ее в свой список устройств и вот со смартфона вы полностью поворачиваете ею что хотите то и делайте зумируете все настройки на карту памяти заходите слышите звук просматриваете видео с карты памяти то есть все возможности можно использовать приложение и также зум можно использовать используя зум с приложения также у вас из меняется картинка и на видеорегистраторе кратность зумирования также прописано по скорости поворота поставить можно в максималку 8 и также в приложении можно поменять поставить там три режима медленно средние быстро поставить быстро но сильно быстро не будет камера не скоростная но средняя скорость но вот если сравнивать с тем что было по заводу при пятерке то восьмерка намного быстрее почему не поставили не зашили слежение в эту камеру вопрос мне тоже интересен скорее всего потому что камеры со слежением стоят дороже хочешь со слежением за человеком с использованием оптического зума платишь там за 100 долларов туда ближе к 200 долларов и тогда получишь с хорошей чувствительностью с со слежением за человеком и с использованием зума оптического то есть увидела человека использует зум приближает его распознает лицо все эти моменты такие камеры есть делал я вам на них обзоры эта камера просто с оптическим зумом с определением силуэта человека с фиксацией лица кому нужен оптический варифокальный объектив именно бюджетный вариант ну вот даже на таком расстоянии цифровым зумированием не успел приблизить но номера различимы а оптический зум тем более вам даст хорошие характеристики по распознаванию возможности по распознаванию тех или иных объектов на удалении вот работает автофокус отрабатывает все отлично и что понравилось что быстрое зумирование немедленно а именно быстро работает варифокальный объектив ну очень хорошая ночная картинка с камеры предусмотрительно установили очень мощные и к светодиоды связи с тем что в варифокальный объектив установлен камера может видеть далеко соответственно ей там нужна подсветка ночная инфракрасные светодиоды луч прямо мощнейший вот очередной минус если с малой высоты и камера будет смотреть вниз смотрите вот скорее всего нету здесь или интеллектуального уменьшения подсветки яркости то есть вот смотрите если повернем вниз камеру хотя есть хотя есть сразу вот она как теряется а потом фокус появляется и картинка становится нормальной то есть засветки нету если вот светодиоды упираются куда-то рядом их луч меняется яркость яркость уменьшается когда камера смотрит вперед вот в какой-то момент здесь вот в этот момент вот здесь картинка видите увеличивается яркость сразу увеличивается яркость видно по картинке и вот это место получается засвечена но потому что камера с низкой высоты если поднять ее и вон туда вдаль просто вот это все это благодаря вот мощным и к светодиодом посмотрите к примеру покажу вам с другой камеры камера смотрит тоже туда же а эта камера светит вот отсюда посмотрите какой луч луч тень идет даже от деревьев глазами этого не видно камера другая камера видит и к подсветку вот этой камеры вот этот луч шарашит аж туда то есть она еще и подсвечивает плюс еще этой камере помогает осветить вот тот участок который для этой камеры вообще не освещен а эта камера стоит еще на большей дальше чем эта камера освещает вот ну 100 метров заявлено 100 метров и к подсветка работает это сто процентов по людям определение ну надо зумировать надо зумировать потому что уже тяжелые условия и камера хуже стала определять людей но это неудивительно это камеры в общем-то все так работают с в любом ценовом диапазоне ночь это для камер плохо то есть а вот смотрите именно этот момент когда переходит камера на даль на дальний бой так сказать дальнобойный вариант зум по максимуму вот 20 крат и нам но и очень очень хватает подсветки очень хватает там все темно там нету никакого освещения и определяет человека один минут что предметы плывут вот ночью видите вы человек не четко идет а как бы рывками но это бюджетный вариант камеры 15 кадров в секунду плюс еще ночь ну а так ну можно ее использовать как дальнобойный вариант слежения например вот тут вам объект нужно охранять или же вести запись что вокруг него происходит отлично ночная картинка на высоте потому что вот там все темно нет ни малейшего дополнительного освещения искусственного не фонарей ничего будет искусственное освещение двор освещаемый фонари уличные фонари картинка будет на высшем уровне и я даже думаю можно будет пробовать переводить ее в цвет все зависит от качества освещения дополнительного по трем ночным режимом работает лет светодиоды светят также светят мощно но не уже не на том расстоянии не на том совсем расстоянии тут где-то рядом подсветить вот в пределах 10-15 метров можно лет светодиоды также справляются включаются по человеку если поставишь по человеку включаются вы уберешь человека включить будет включаться на любое движение автомобиль подъехал к вашему дому и включаются лет светодиоды если нужно если не нужно выключаешь три ночных режима включаются как обычно со смартфона включаются как обычно с видео регистратора также ночная картинка с камеры на приложении на смартфоне ну тоже отлично также зум все можешь делать ночной вариант за день кучу роликов написано на карту памяти зайти можно посмотреть облака кстати также можешь активировать 30 дней дается бесплатно икс и маевская обычное облако sd-card playback и смотришь записи прогружаются ролики от начала до конца красные тревожные синие постоянка прогружаются здесь фотки вот изображение кликаешь также можно скачать на смартфон также можно скачать потом передать поделиться в соцсетях где хочешь тревожные моменты по времени по дате все сохраняется со звуком пишется просто супер на сегодня все все что вспомнил показал вам обратил внимание минусы в камере есть в любом случае какие-то помелочевки будете находить но общий план общий фон общие характеристики камеры нормальные за ее ценовой диапазон это нормальный вариант плюс что камера икс и маевская совместима среди в видеорегистратором с другими видеорегистраторами и нормальная нормально работающие популярное приложение на сегодня все подписывайтесь обязательно на канал ставьте лайк оставляйте свой комментарий обязательно группа в телеграме facebook instagram все что где со мной можно связаться лично все все ссылки в описании к видео ссылку на камеру оставляю заходите на этот магазин там много чего еще можете подобрать для себя всем удачи до следующих видео